Довели людей. Уборка снега и очистка крыш в этом году почему-то стала серьезной проблемой. Так много жалоб на неочищенные дворы и кровли не было несколько лет. Точнее, жалоб на отсутствие хоть какой-то реакции на законные просьбы жильцов почистить территории. Телефон редакции не умолкает всю неделю. В социальных сетях каждый день фотографии с заваленными кашей, дворами и сосульками. Люди жалуются, что никто не слышит их жалоб и из одного ведомства их отсылают к другому. Больше всего кировчане боятся сосулек, которые не будут ждать положенных сроков проверок или штрафов, а в любой момент могут упасть на чью-то голову. Проблема неочищенных дворов, судя по всему, знакома не только жителям Кирова. Вот так в Амутнинске люди встречают долгожданный трактор. Все это было бы действительно смешно, если бы не было так грустно. В Кирове жалобы на неочищенные дворы тоже не прекращаются. Четвертый день люди говорят, что невозможно заехать на парковку поликлиники в Коминтерне на улице Семашко. Вся территория в снежной каше. На Красноармейской который день над пешеходной зоной свисают большие сосульки. А вот крышу дома номер 43 на улице Щерса молодцы почистили. Но завалили снегом и глыбами льда все тротуары. Пешеходы боятся сломать ноги, проходя этот участок. Выставка сосулек разной величины. На Цеховой 8, Московской 64, Маклина 45. На улице Подгорной между домами 16 и 18. В среду из-за неочищенной территории сломала руку 90-летняя пенсионерка. Адресов очень много. Люди говорят, что главная проблема в том, что их никто не слышит. Управляющие компании никак не реагируют на заявки. В госжилинспекции отправляют все в ту же управляйку или обещают провести проверку. Но позже одни идут. И в выходные, когда на улице будет плюс, все добро, накопленное на крышах домов за неделю, посыпется вниз. Сегодня от чиновников прозвучало предложение ликвидировать управляющие компании, которые не убирают сосульки. Но это тоже пока только в планах.